Всем привет, и это у нас Супер Старх сегодня, и мы продолжаем играть в WWE Universe. В общем, первый матч у нас Дизель против Майкла МакГилы, Катя. Карты вы видели на прошлом урок, которые мы записывали вместе с Дошей. Жалко, у нас не получается каждый выпуск записывать вдвоем, я бы сам был не против, так же как и вы, я уверен. Ну, судя по вашим комментариям, вам нравится, когда играем не только я, а с кем-нибудь, например, с Антоном. Честно скажу, мне тоже как бы нравится больше с ним играть, нежели одному, потому что так и интереснее, и веселее, и непредсказуемый исход боя, так что может выиграть каждый. А тут, за кого я играю, тот практически, можно сказать, с уверенностью 99% и победит. Ну, в принципе, все бывает в этой игре, поэтому, поэтому я играю один. Тут возле меня КТ, но он, к сожалению, не может играть. Только, только может жрать и спать. Как, впрочем, все КТ. Ну, в общем, мы начинаем. Сразу делаем Нэкбрейкер. Я думаю, будет доминировать Кевин Эш все же над Майклом Магилой Катти. Что же, кто он такой? Видим, у него повязочка там Нексуса на правой руке. Ну, у нас уже тут и Нексус-то практически нету смысле в игре. По-моему, кто там Берта, можно сделать Нексус, а у остальных-то, по-моему, и нету. У Белкина там тоже нету. Ну, я не помню, честно. Ну, там у Макбилы Катти сразу стоит повязочком Нексус. Делает он не Нэкбрейкер. Я бы каждый день записывал, наверное, с Тошей, но... Просто... Ну, я бы не сказал, что мы близко живем, но это не главное. Дойти-то можно, но... Времени нету. Кто нам его даст? Видим, меня тут обманул. Майкл Магилой Катти. Можно сказать, погрубее, наверное. Обманул, но... Я ограничусь словом обманул. Снова он что-то меня тут... Надул. Разбегается, и я вылетаю. Что-то я не вижу явной доминации нашей, но... Что-то более-менее пытаюсь сделать. Блин. Диди-Ди-Ти. Так же насчет матча видел. Ну, кто-то написал там в группе, что типа... Вот, сделать такой матч, вот. Ну, я пока... Ну, в смысле, в плане настоящий матч. Но я пока... Имею свои задумки, какие матчи сделать. Блин, ну, я надеюсь, вы их не смотрели. Ну, хотя... Такие, как бы, известные бои. Может, и смотрели. Я беру это с раздачи с Рутрекера. 150 лучших матчей Даби-Даби. Ну, там, не знаю, какие попадутся. Какие попадутся, как бы, сам смотрю на состав и думаю, будет вам интересно смотреть или нет. Я случайно Некбрекер делаю рефери. Это, опять, тот самый рефери, который у нас получает постоянно. Ну, вот. В Суперстарсе настили 3 матча всего лишь. По-моему, никаких таких, которые раньше в ЮДИЛе нету. Вот эти игроки точно не участвовали ни в Роу, ни в Макдауне. Ни в Макдауне, ни в Суперстарсе. Вот, первый раз встретились. Так, что-то я хотел сейчас сказать, но я уж не помню. Может быть, в процессе вспомню. Даже не знаю, что тут сделать. Там можно обычный матч, как бы. Ни столов, ни лестниц. Это мне и не нравится. Ну, хотя будем копить тогда на Сигнатуру. Поскорее уже. Я не думаю, что будет делать Мунцолт Кеви Нэш, поэтому зажимаем шею Могилы Кати в стуле и ударяем по стулу, собственно. Так, сейчас сделаем какой-нибудь слэмик, но и реверсирует Майкл и Могилы Кати и сделаем нам какую-то подсечечку. Получает бульдог. Блин, долго копится Сигнатура у Нэша. Не знаю, почему. Вот, теперь не реверсирует Майкл и Кати. Получает слэм. Ну, как-то так себе. Побьем стулом. Да, блин. Так вот. Умеем и Сигнатуру, наконец-то. Ну, блин, пропал уже. Биг Дэди Кул у нас. Видим Кеви Нэш. Во, наконец-то. Сигнатура. И это, по-моему, да, удар кастетом. И улетел у нас Могилы Кати. Реф не видел, что я достал кастет. Долбится в глаза. Сейчас сделаем бомбу. И тут справа от нас лежит стул. И хрен знает, попал я на стул или не попал. В общем, провели мы бомбу. Пауэрбомб Кевина Нэша. Слэм еще один. Так, засуну-ка я стул сюда вот. Блин, хотел в угол засунуть. Получилось снова под шею. Ладно, ударим. Вот так вот. И снова будет слэм. О, Сигнатура быстренько есть уже. Проведем ее. И это удар кастетом. Снова улетает у нас Майкл Могил и Кати. Вот как раз тут стул. И сделаем, наверное, сюда. Ну, блин, я стоял на этом стуле, поэтому никак. Ну, ладно, делаем удержание. Раз, два, три. Это победа. Ну, я говорил, что доминирует будет Кевин Эш. Ой. Дизель, точнее. Ну, какая разница. Кевин Эш, Дизель. Кому как удобней. В общем, пропускаем и переходим к следующему бою. Заставочек никаких нет у нас, видим. Это просто обычный был бой. Она напоминает, что у нас следующее Пейпер Ю. Найт оф Чемпионс. Не знаю, что там будет интересного. Ну, кто-то писал, давай, типа, Экстрим Рус, ППВ. Ну, дойдем еще до этого ППВ. Будем идти по порядку. Ну, я, конечно же, начал не с самого первого Пейпер Ю года. Там, не знаю, какое здесь. Поэтому, как будет, так будет. Поэтому Мания у нас может быть очень скоро. Я даже не знаю, когда. Ладно, переходим к второму матчу. Это Бугимен. С кем там? Бугимен с... Синкарой против Эджа с Кристианом. Вот так вот. Видимо, будут нам мешать Синкарой и Кристиан. Ну, блин, я за Бугимена. Черт, надо было за Эджа. Хотя, ладно, поиграю я за Бугимена. Эджа с Кристианом продолжает взбеденничать, наверное. Сейчас мы и посмотрим. Ну, как вы знаете, на Бэш и на Роне нападали на ДХ. Во время их выхода с матчем против Макси и Синпанка. Не знаю, чем мне понравились ДХ. Кристиану и Эджу. Но все же, как мы знаем, нападают они на эту команду. Долго у нас сейчас грузится, потому что там сонные чувачки. Такие, как Синкара и Бугимен. Триста лет ждем. Наконец-то. Пропускаем. Я не буду смотреть, потому что, по-моему, мы уже дрались с Бугименом. И Эдж. Вот. Можно было сразу пропустить тогда выходы, и загрузка была бы быстрее намного. В общем, начинаем. Делаем сразу ДДС. Как я могу позвать Синкару, интересно? О, он за стулом, что ли, полез? А нет. О, действительно, он мне стульчик кинул. Я нажал какие-то кнопочки. Наверное, это помогло. Хотя, не знаю. Ну, я чуть-чуть сделал мне Биг Бут. И по яйцам с коленок. Какой-то кривой облдроп. Хотел сделать Нэкбрекер. Делаем почти на стол. Ну, он попал, наверное. Берем стульчик. По спине. Блин. Хотел очень свалить. Я его столом сверху огрел. Вот, засынем стульчик. И заполнил туда Эджа. Отлично. Залезем в трубаку. Хэтбат, наверное, сейчас будет. Ну, кривой хэтбат. И даже больше мне, видимо, досталось. Клоузлайн. Блин. Лови меня, Эджик. Кривой кроссбазе. Ну, ладно. Упал Эдж, и я быстренько встал. Разобрали ему комментаторский стол. Положим, наверное, туда Эджа сейчас. А, ну я вспомнил, что я хотел сказать. Но это как бы к крестлингу не особо относится. Это опять в тему сериалов. Я не знаю, смотрится ли вы вообще какие-то сериалы. Ну, я смотрел полностью два этого... Ну, так. Смотрел я много, но полностью, который мне прям elbow drop сделали мы сейчас на стол. В общем, сериал, который мне понравился, это Lost и Криссон Брик, то есть Побег. Это... Ну, для меня это самый крутой сериал, по крайней мере, что я смотрел. Сейчас я смотрю тоже не менее крутой сериал. Я сейчас говорю не про Алькатрас, как я говорил в каком-то из ранних видео. Алькатрас как-то, не знаю, однообразно мне уже кажется, но все равно я буду его смотреть. А я говорю сейчас про сериал Ходящие мертвецы. Walking Dead, если вам удобнее узнать по-английски. Вот мы сделали Кристину какую-то пауэрбомб на лестнице. В общем, Walking Dead и, типа, Ходящий мертвецы. Короче, это сериал про зомби, но я думал, это будет сериал такой, как бы, знаете, чисто американский зомби, там, все однотипное, неинтересное. Но на самом деле, нет, это фильмец очень такой, ну, как сериальчик, точнее, это очень крутой сериал, который держит вас постоянно в напряжении. И, блин, переживаете за героев. Ну, в общем, не знаю, мне очень понравился этот сериал, меня, конечно же, наверное, подсадил, так скажем, Антон. То есть, Тоша, наш админ, ну, как, подсадил, я видел, что он очень смотрит, ну, как, очень смотрит, увлекается этим сериалом и, как бы, советовал мне его. Я ему советовал Алькатрас, но у него нет так же, у Антона, времени посмотреть что-то новое, сериал там и так далее. Даже думаю, даже он наш матч не смотрел, который мы играли. Ну, что ему смотреть, если он действовал в этом матче, ну, я имею в виду, Ром, второй эпизод. Вот, в общем, благодаря Антону я начал смотреть этот сериал и не жалею. В первом сезоне всего лишь шесть серий, поэтому, я думаю, если вы посмотрите шесть серий, вам очень понравится. Думаю, даже первая серия вас должна зацепить, если нет, то нет. Ну, это так, я отвлекся. К слову, может быть, кто-то хотел подумать, какой сериал ему посмотреть и не знал, уходячих мертвецах, думаю, советовал. Ну, в общем, нужно вам посмотреть. Я не настаиваю, у каждого свое мнение о сериале, кому-то понравится, кому-то нет, кто-то, может быть, другой какой-нибудь сериал про зомби смотрит. Ну, я, честно, не знаю. В общем, ладно. Поэтому сейчас мне как-то, блин, смотреть рестлинг даже менее хочется, чем сериалы. Ну, я, конечно же, буду смотреть, но обычные еженедельники я в последнее время очень часто мотаю. Прям даже очень часто. Всякую болтовню, вот эту вот... Потом матчи я, бывает, с середины смотреть начинаю, потому что долго разгоняются, но не знаю. Делали мы сейчас пауэрбомб эджем на лесенке. Было ему больно, я так думаю. Вот, видимо, у нас сигнатура есть, и мы ее делаем. А вот сейчас бы развернуть эджем. А, в другую сторону. Ну, ладно. Нормас. А вот сейчас я знаю, что нужно сделать. Нам нужно эджем вот сюда, и здесь ему сделать финишер. И сюда, ну... Плиз, пллиз. Сюда, сюда. Блин, да что-то... Ну, ладно, сделаем финишер, а то сейчас пропадет еще нахер. Блин, бейкбуд. Я вот по-любому уверен, что сейчас мы потеряем этот самый финишер. Не сюда. Во. Отлично. Не потеряли. И это вот такой вот финишер. Странный какой-то финишер, честно говоря. Ну, ладно. Ари Швейп делает нам эдж. И мы выворачиваемся от его спира. Посадили эджа в угол. Сейчас мы вот так вот на задницу ему шмякнем. Так. Реверсирует. Нужно нам снова среверсировать самим. Не получается. Идет эдж к нам. Давай, вставай. Блин, сейчас что-то будет. Мне это не нравится. Ох. Нэкбрекер. Хэдбат сделаем. И, наверное, удержание. Хотя, я думаю, нам помешает Кристиан. Вот, делаем удержание. Ну, видим, да. Реф убежал, значит, нам мешает тут Кристиан. Да, вот залезает Кристиан. Ты че, блин? Давай, Синкар, гаси. Ха, улетел Кристиан. Выгоняй Реф или ты там, Синкара. Давай, гаси там Кристиана. Я не знаю. Он нам так и будет сейчас мешать. Сто пудово. Мы сейчас делаем катапульту. Ударю свои шапканаты лицом. Во. Вроде бы эдж кричат. Эдж, эдж. Зрители, наверное, не особо слышат. Не понимают ощущения. Куда он пошел за лестницей? Видимо, он сам хочет для себя положить лестницы. Пошел он бить. Синкар, он тебя отрагал что ли? Валя сюда. Принимай мою сигнатуру. Блин, Клозлайн. Такие вот удары. Ногой. Даже там лестницы, видимо, прыгают. От счастья. Ди-ид-ти. Воткнул меня эдж. Наверное, от этого след у богемена на голове. Черный. Ну, это я шучу. Выкручиваем руки. Долго нам до сигнатуры, я так понял, еще. Хотя вот удается реверсировать. Хотя, да, вот видим сигнатуру и развернуть нужно эджи. Так. Он сам к нам разворачивается. И сейчас делаем... Вот так вот бросаем эджи на... На лесенке. Сделали моему сигнатуру. А вот теперь еще одна. Сейчас бы еще раз на лестнице и удержание было бы вообще неплохо. Ну нет, там до лестницы далеко было, поэтому делаем удержание так. Сейчас Кристиан... А, ну канаты. Пойду-ка я... Ты че? Запарил? Сука. Блин. Смикар, вот нафига он нужен тут вообще, я не понимаю. Наверное, чтобы если бы не удержание делал эдж... Он бы... Выбегал. По-моему, ему лучше бы было усмирить Кристиана, чем... Ждать, когда мне будет делать удержание. Эдж взял стул, а вот и хер тебе. От бомбы он среверсировал, сделал нам DDT. Он тоже один из самых известных респерсов в WWE. Шолдер-блог. Ой, а тут Чао Герреру уходит со стулом. Кому же он вышел мочить? Кого? Я не знаю. Сейчас посмотрим. Кристиан, видимо, не угомонился, не уходит. Ко мне он пришел, Чао Герреру. Ты че, говнюк? На тебе, Некбрейкер. Сейчас твоим жестовым тебя будут гасить. О, чай. Блин, среверсировал он скользнул из-под моей задницы. Эдж нападает на Синкару, но я тогда не буду мелочиться. Да блин, нафига мне этот Чао? Да еб ты. Тупо управление. Как тут переключиться, да блин? На Кристиана. Да ты тупой, что ли? Ладно, зайдет с этой стороны. Блин. Переключился теперь на Эджа. И как мне на Кристиан-то? Я ненавижу эту игру. Сука. Отпусти Синкару. На. Да блин. На. Сейчас что я сигнатуру сделаю. Блин, пропало. Ничего не делаю, извини. Ну блин, сейчас третий раз нам помешает Кристиан. Какой толп вообще? Не понимаю, 10 меняет. Хель. Нокбрейкер я буду делать сразу задержание, потому что я не выиграю сейчас, потому что нам помешает Кристиан. Вот. Может, сам посмотреть. Ну да. Все предсказуемо в этой игре. Договник выгоняю же его, он заебал. Ну надо же. Выгнал. Прям быстро. Зачем я не могу попасть с этой железкой по Эджу? Тупая игра. Наконец-то. Что случится сейчас? Сейчас будет больно, Эджу. Так вот мы умеем. Ещё Кристиан не сваливает, мне это не нравится. Делаем. А, нет. Ну ладно, долетелочь до лестницы и по глазам нам льёт. Эдж Сак, что ли, кричат. Зрители. Непонятно. Это какая-то... А, это был другой, видимо, финишер сейчас у Найт Мэра. То есть у Буги Мэра, то есть у Буги Мэра, то он так тут просто называется, потому что нету названия комбинаторов Буги Мэн. Да блин, канат ебучий. Простите, что я матерюсь просто, блин. Не знаю. Просто... Хочется победить уже быстро. Одержание. Раз. Я не слышу. Раз. Где? Да он запарил уже. Ты... Олень, что ли? Выгоняй уже Кристиана. Ты же ему уже один раз сказал. Наконец-то. Блин. Мексиканец, урод, давай считай. Раз. Два. Три. Конец. Олень. Буги Мэн победил во втором матче Суперстарса. Пропускаем мы все эти повторы и переходим к третьему матчу, наконец. Синкара, нафига он тут нужен был? Типа пожать руку. И сейчас не пожмёт. Это мы уже видели 500 раз. Нафига эту заставочку делают, если потом всё равно Фьюда не продадутся. Продолжается между этими рестлерами. Я не знаю зачем. Включают эту тупую заставку. В общем, ладно. Не будем злиться, переходим к третьему матчу. Третий матч у нас Голдберг против Трипал Эща. Тоже стоило было в мейн-эвенте Бэш. Пей-пер-вю Бэш. Тогда я играл за Голдберг, а теперь давайте я буду играть за Трипал Эща. Пускай он возьмёт реванш, если возьмёт на Суперстарсе в мейн-эвенте. Конечно же, престижнее взять на Бэше, чем на Суперстарсе реванш, но... Но у нас сейчас Суперстарсы, и такой матч поставили. Нажимаем плей. Мне уже, наверное, просто хочется посмотреть сериал «Ходящие мертвецы». Просто, блин, я до сих пор в шоке от концовки первой серии и второго сезона. Это просто жесть. Там ничего страшного нету, там больше интересного. Я тоже думал, что будет страшно. Но на самом деле там очень затягивает сюжетом и интересностью. Если вам впадло читать, о чём это сериал, я могу побазарить. Просто всё равно не о чём говорить. Никаких у нас прей-пер-вю не было. В смысле настоящих ролей я ещё не смотрел. Сегодня, вот, я записывал во вторник. Я видел, что она вышла, и какой-то паренёк скинул картиночку. Видимо, то, что будет на Рослумане в плане матча «Гробовщик-Трипал-Эйш». Я удалил эту картинку. Так что, чувак, если ты смотришь это видео, больше так не делай, потому что... Блин, я так понял, это спойлер. Ро. Ну, если не спойлер, то извините, что удалил, но всё равно... Я это предпочёл как спойлер. Поэтому, блин, не спойлерите, чуваки. Для этого есть специальная тема, и туда кидайте свои спойлеры или что-то типа того. В общем, «Покидящие мертвецы» — это типа сериальчик. Ну как, я не читал его описание, я так скажу, что типа чувака... Чувак, в общем, проснулся в больнице, от чего вы можете... Ну, от чего проснулся он в больнице, вы узнаете в серии, если будете смотреть. И после того, как он вышел из неё, кругом не было никого живого. Валялись трупы кругом. Потом он встретил, в общем, мертвеца одного. Познакомился, наконец-таки, с живыми чуваками. Ну а дальше всякие приключения происходили с этим главным героем нашим, который вышел из больницы и встретил, ну, живых других людей. Он искал свою семью, конечно же. Мужик, точнее, ну, мужик, не который главный герой, а который встретил нашего главного героя. Тот мужик был сыном, в общем. И он сказал нашему главному герою, что есть в Атланте, как бы, группировка людей, живых, настоящих, которые, ну, как бы, лагерь, в общем, у них. И он туда поехал, наш герой, я уж не помню, как его зовут, посмотрев до второго сезона, честно говоря. И он отправляется в Атланту. Искать свою семью. Но приезжая в Атланту, он не находит никого в живых. Ну а дальше вы сами все посмотрите. В общем, интересный сериал, я тупо, может быть, объяснил, вы ничего не поняли. Проще, я думаю, вам самим начать и посмотреть этот сериал. Очень крутой. Может быть, я просто давно не смотрел сериалы. Последнее, что я смотрел, это «Русский побег», но это, блин, полное дерьмо. Простите, если я кого-то обидел, но «Иностранный побег» это намного круче. Не, как бы я смотрел «Русский», как бы, да, но, блин, все то же самое, что и в «Американском». Так что, если вы смотрите «Русский побег» и не смотрели «Американский», то, блин, чуваки, да, вы гоните, что ли, смотрите. Сначала «Американский», потом уже «Русский». А то испортится себе впечатление, и, блин, бой к первому. В общем, «Иностранный побег» рулит, «Лост» тоже рулит, и «Ходячие вертельцы» тоже рулят. Но «Алькатрас», я жду большего, что-то еще интереснее. Вот мы видим, разбили уже лицо Голдбергу. «Бигбуд» принимаем, прям по носу. По спине кик. Так, еще по животу, поддыхло. Сакит Голдберг. Сегодня должен я победить. Я хочу спайнбастер, конечно, вы же знаете, что я люблю спайнбастер, и делаем мега спайнбастер. Так у нас был, был у Педигри, точнее, оно у нас есть, но Голдберг сразу не дает его провести нам, ему, его. И теперь удается. В Педигри, В Педигри. Сейчас закричит Майкл Коу. Нет, не закричал. Сейчас тогда возьмем... Ух ты, ёп ты. Макси, кого мы видим-то? Макси убегает. Я так и чувствую, что ко мне. Но почему? Это, типа, ДХ против... Макси Симпанка, что ли? Или что? Типа, решил мстить за что-то. Рашн Лэп Слик. Он что-то пока стоит Макси с финишером и никому не подходит. Интересно. Может быть, он к Голдбергу вообще ушел, я не знаю. В ДТ. Давай, чувак, ты хочешь что-то поговорить со мной? Посмотрите, он меня не бьет. Он убежал. Он испугался меня. Так, что это? Это армбар. Но, блин, канаты. Чёрт, ты оттискай меня. Армбар же. Точнее, канаты же. Блин, Макси так ходит, там мне это не нравится. Но, вы видели, он меня не тронул. Это очень интересненько. Так, стульчик. По башке. Бросим сюда стул. И поднимаем Голдберга. Дидиди сейчас будет, но я хочу Педигри сделать. Или Спайнбастер так минимум. На стул. В Голдбергу. Так. И в другую сторону. Блин. Зато, зато так. Развернём. И Педигри хочу на стульчик. Попадём? Не попадём. Сейчас поглядим. Отлично. И делаем держание. А вот видим, для чего Макси здесь нужен. Чтобы нам помешать. Ты чё? Гавнюк. Ух. И он нам сделает Спайнбастер. Но это не финишер ещё. Финишер, конечно. Я не хочу Суперкик. Хоть мне и нравится этот приём. Я не хочу Суперкик от Макси принимать. То есть там два удара по яйцам и Суперкик. Но вы видели этот финишер. Хотя есть и второй. Я уж не помню, что он там делал. Да и второй не хочется принимать. Я, в принципе, не против вражды Макси и Триплэй. Чё? Так. Суплекс. И делаем удержание, наверное. Сейчас Макси нам помешает опять. Да Рэф сам прям побежал. Макси вообще ничего не делал. Наверное, позвал. Рэф тоже против нас. Сука. Оттолкнул нас Билл Гоббер как пушинку. Получит сейчас от нас. Наверное. Да, вот такое вот воздействие на ногу. Честно, я уже очень жду расломанию. Особенно матча между Триплэйшем и Биллом Голдбергом. Говорят, там какая-то сеточка будет. Клетка в смысле облегчённая. Чтобы, наверное, ломалась. Наверное, кто-то будет летать с клетки. Я так понял. Было бы неплохо. Но я не хочу, чтобы это был гробовщик и победил Триплэйш. Конечно же я как бы при всей сепатии к Триплэйшу. Но Голдберга я уже... Ой, в смысле. Гробовщика я уважаю больше. Чем кого-либо в рейстлинге. Поэтому... Блин, я за гробовщика. При всём моём уважении Триплэйшу повторюсь. Всё-таки пришёл красиво. Нужно и уйти. Красивый и запоминающий. Я думаю, было бы тупо... Блин, я ударился, типа, в стул. Было бы тупо... Так, вырвались. Было бы тупо продолжать серию до 19-ти, чтобы потом тупо проиграть чуваку, которому скоро на пенсию игрим. Ну как на пенсию Триплэйшу, конечно же, выступать, я думаю, особо это я не собирался. Только так, для работы уже в WWE, в смысле, как менеджер там или кто он там будет, я не знаю. В общем, не как рестлер. Но работник WWE, в общем, будет появляться, я думаю, у нас на выпусках. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, гробовщик его совсем уничтожит на Рестлмане, и мы больше не увидим Триплэйшу. Конечно же, это вряд ли, я думаю. Он такой человек, который захочет засветиться ещё, долго поработать. Германский Суприкс нам делал тут Голдберг, а видим-то Макси всё пытается залезть. Интересно, если... А, нет, он Голдбергу уже не помешает, и сейчас будет мне Спир. Чёрт возьми. С разбитым лицом Голдберг провёл нам Спир, уже весь ринг закапал. Но он у нас, как я уже говорил, давно обработан Ваннишем, поэтому тут всё очень быстро исчезает. Ладно, делаем удержание. Вновь. И ожидаем, как всегда, Макси. Ты мне уже сделаешь финишер-то или нет, я не помню. Ладно, давай, я постою даже. Да, он свалил нас Макси, я... Блин, я ему сейчас сам напинаю. Да посиди меня прессовать. Сейчас буду я тебя прессовать. И сюда, блин. Ещё мы опять будем на Голдберга руками махать. Нет, на Спаймбастера нарываемся. Сука, чё-то в глаз попало. Какая-то телка крикнула, камааааанн. Тупай, блин. Чё камаааанн-то, я ещё не разобрался с Макси. Ты сюда иди. Да, он достал своими спайн-бастерами. Видимо, он неубиваемый. Забрасывает меня на ринг. Че, это тебе не нравится? Он мне сколько мешать-то будет? Так же, как и, блин, во втором матче, что ли? Кто там мешал-то нам? Я уж не помню. Трэк-дроп делает нам Голдберг. Я уж совсем еще не помню. Видимо, у меня короткая память. Я помню, что за нас был Синкар, а против нас не помню. В общем, похер вообще. Не нравится мне, когда мешает нам кто-то, блин. Ладно, один-два раза, но, блин, 3-4 это уже вообще. Сейчас будет спайн-бастер сто-пудово. Да вот и хер. Блин. Вставая три пак. Есть сигнатура у Голдберга, да ну его нахер. Биг Бут. Там Максич это гонит. Блин, надо было за Голдберг играть, я что-то в тул воткнулся. Что это за бред? Получай по носу, мистер Голдберг. А как тебе вот такой вот... Книфо из Бастер. А как тебе вот такой вот... Бэкбрейкер. Как тебе вообще здесь живется, чувак. Биг Бут что ли сейчас будет? Не, не будет. Раскратил меня как Юлл. Билл Голдберг. Да вот и зря. Сейчас тебе сделаем что-нибудь. Снова Книфо из Бастер. И Ди Ди Ти, наверное. Блин. Поворачивается. Раши Максик делает. И удержание. А, тут уже труднее вырваться. Но удается. Сука. На! Удержание. Да, ё-моё, встаёт. Чё ж нас так таращит-то? Щас будет слэм. Давай на стул. Почти. Не, не, не. Сказал, бери стул. Блин. Да, хватит. Всё. Ты уже устал, я так понял. Тебе нравится, что когда стулом бьёт. Да и получайте. Ублюдок. Щас я сабмишин сделаю. Не дает мне Голдберг вообще. Ни удержание, ни сабмишин. Ничего ему сделать. Снова этот приём мега... Мега... Наверное, у Коди Роуза он понабрался. Финишеров. Получай по яйкам. Сабмишин хочешь, чувак? Тут канаты, блин, рядом. Ну и ладно. Мне насрать на твои канаты. Я буду тебя держать. Макси мешает. Надо ему напнуть. Ты чё, блин? Летс гоу чем кричат? Это за... Голдберга? Да, блин. Макси достался и по-рубому бы делать. Мега реверсирующий. О, у него, по-моему, финишер пропал. Нет, не пропал. Бесполезно, я так понял, к нему бежать вообще. Пошёл ты, а. Поднимает он меня только и забрасывает тарик и делает спинбассер. Хватит меня крутить. Дети, блин. Не качели. Смотрите, Макси убежал сюда. Ты чё, совсем борзый, что ли? Биг Бут. Видимо, этот матч будет бесконечно длиться, если... Болен. Нужно сделать последнее удержание. Если Макси не выгонят, то я уж не знаю, что делать. Я так понял, Голдберр должен победить. Ну, конечно, такой полоской-то. А вы чё? Ну, суки, сговорились, блядь. Вы можете опять тут сказать, что я говяно играю, но, блядь, возьмите сами поиграйся. Я так понял, действительно, здесь Голдберр должен был победить, значит, мы ждём заставки. Смотрим, будет что-нибудь или нет под мейн-эвент Суперстарса. Я ему башку разбил, я ему похер. Ничего не будет. Читерская игра. Я так понял, когда захочет в консоль, чтобы она выиграла, она и выигрывает. Сложность не легенды, я ещё не менял, всё равно харди стоит. Ладно, смотрим сейчас, что у нас будет в карде следующего Смакдауна. Не знаю, когда я его сделаю, сейчас будут праздники, но не у меня праздник, просто 8 марта будет. Так что смысла вас поздравлять, того нету. Ну, если вы не женщина только, конечно. Ладно, смотрим следующее событие, и это у нас Фолл Скаут Энивер матч. Мэтт Харди против Коди Роудса с Йоказуной. Ммм, какое сочетание. Коди Роудс и Йоказуна, ну ладно. Второй матч, Сабмиссион матч. Джек Свагер против Кофи Кингсона. Я думаю, Энкл Локом победит Джек Свагер. Если был такой матч в WWE, я бы даже не смотрел этот матч сразу на его концовку, потому что я думаю, победил бы Джек Свагер. Ладно. Следующий, третий у нас матч. Эджи Фтайлс против всеми любимого Белкина. Я думаю, вы очень ждете этот матч. Прям вообще. Ну и Мэйн Эвент у нас неплохой матч. А, блин, Айрон Мэн. Я думаю, это все испортило. Какой тут Айрон Мэн? Тут должны, блин, мега-мексиканские штучки показываться. Ладно. Дель Рио против Синкары, в общем. Такой вот. У нас карта на следующий смакдаун. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Если вы посмотрели хоть это до конца. Всем пока.